Братья и сестры Братья и сестры Слава Господу Вот, поэтому, дорогие друзья, я бы хотел прочитать одно место Это первое послание Иоанна, первая глава и первый стих Там написано так «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни» Евангелист и апостол Иоанн, он писал о том, о чем знал Он говорит, я пишу вам о том, что было от начала Я пишу вам о том, что мы слышали Я пишу вам о том, что мы видели своими глазами Я пишу вам то, что мы рассматривали и осязали своими руками Он писал об Иисусе Христе Которого он очень хорошо знал Которого он лежал на груди Которого он спрашивал вопросы Который три с половиной года учил его И показывал ему на личной жизни Как нужно служить отцу Как нужно служить другим людям И Иоанн учился Учились другие ученики И они знали Иисуса Христа И мы видим, что когда Иисус Христос, Он был вознесен И воссел одесную Бога Эти ученики, они будучи исполнены Духа Святого Они служили людям Они проходили, исполняли волю своего Небесного Отца И вспомните тот момент, когда они проходили мимо человека, который был калекой Возле храма Он сидел и просил подать И они, проходя возле Него Они увидели И Он обратился к ним для того, чтобы получить что-то от них И они сказали Мы не имеем серебра и золота, но то, что имеем Во имя Иисуса Христа мы даем тебе Встань и ходи И Он встал и начал ходить Эти люди поступали с таким дерзновением Они действовали с такой смелостью Они проповедовали так смело И никто их не мог остановить Ни побои, ни люди, ни лжебратья Ничто не могло, никакая опасность Не могла стать на пути И препятствовать им в проповеди Евангелия Потому что они знали Иисуса Христа Которого проповедовали Они знали Иисуса Христа лично Они осязали Его Они видели Его своими глазами Они получали от Него откровения Они получали от Него благодать Они знали, кого проповедуют Когда-то апостол Павел Он сказал Я от самого Господа принял вот это Евангелие И я хочу возвестить вам, братья Что Евангелие, которое я проповедую вам Я не принял от человека Я принял его лично От Иисуса Христа Дорогие друзья И мы видим подвиг этого человека Сколько церквей открыл он Сколько проповедей он говорил Он говорит У меня постоянное стечение людей Кто бы изнемогал За кого бы я не воспламенялся Я постоянно поддерживаю всех Я за всех страдаю Я за всех, можно сказать, молюсь Я постоянно возношу молитвы Постоянно в опасностях Постоянно в изнурении, в холоде И ничто не могло этого человека остановить Потому что он знал Иисуса Христа лично Он знал, кого проповедуют Ему было все равно, кому проповедовать Или то были цари Или то были рабы Или то были заключенные в темнице Или это были воины Или это были люди богатые Или бедные Он говорит Я должен всем Я должен варварам Я должен невеждам Я должен мудрецам Я всем должен донести эту благую весть И он это делал, дорогие друзья Потому что он знал своего Скупителя Он знал своего Иисуса Христа лично И сегодня, дорогие друзья как важно сегодня знать Иисуса Христа каждому из нас лично. Не из-за того, что кто-то рассказал нам, не из-за того, что мы это просто услышали. Мы должны познакомиться с Ним лично. Мы должны знать Его лично. Вы знаете, в школе приезжают студенты. И очень важно, дорогие друзья, вам познать Иисуса Христа. И главная цель школы, дорогие друзья, это не просто передать знания, потому что можно много знать. Вы знаете, как вот эти семь сыновей первосвященника или священника Скевы, они тоже услышали, что там какой-то апостол Павел ходит и сгоняет бесов. И они решили тоже попробовать. Они слышали, они что-то знали. Они даже дерзнули то, чтобы повторить вот это. Но у них ничего не получилось из-за того, что они не знали Иисуса Христа. Они не имели этого помазания. Они не знали лично этого Искупителя, который дает власть, который дает помазание, дает вот эту благодать. Дорогие друзья, и знаете, когда студенты приезжают в школу, даже там в Америке, вот, я часто говорю им, послушайте, мы относимся к проповеди в Англии очень серьезно. Это серьезное поручение. Потому что Иисус Христос, Он положил свою жизнь за нас. Он висел на кресте за наше спасение, за искупление наших грехов. Он лишился небес вот этой славы всей, обнищал ради нас, как написано, и пришел на эту землю для того, чтобы мы обогатились Его нищетою. И если Бог настолько серьезно подошел к спасению людей, то как должны сегодня мы относиться тоже к проповеди в Англии? Насколько серьезно должны мы подходить к этому? Дорогие друзья, поэтому как важно нам сегодня познавать имя Иисуса Христа, познавать глубже, чтобы наши отношения с Ним становились глубже, и глубже, и глубже с каждым днем, чтобы мы понимали характер Христов, чтобы мы понимали, как нам нужно служить другим людям, чтобы мы имели ту же любовь, какую любит Он. Знаете, я так часто молюсь, я говорю, Господи, я хочу видеть людей, как видел их Ты. Я хочу служить людям, как служащим Ты. Я хочу смотреть на людей, как на них смотришь Ты. Вы знаете, наше тогда меняется мнение, и даже то, как мы смотрим, потому что Христос, Он смотрит не так, как мы, дорогие друзья, и Он любит не так, как мы. И сегодня наша задача, дорогие друзья, это познавать Иисуса Христа. Вы знаете, после того, как вот такие студенты, вот знаете, они вроде и неспособные, и вроде бы, кажется, ничего не могут, и приезжают в школу, но вы знаете, когда Господь начинает работать, когда Дух Святой начинает работать, когда они начинают молиться, и это делают на протяжении вот этих четырех месяцев, они усиленно ищут Господа, они молятся, они постятся, они читают Слово Божье, тогда вот эта, дорогие друзья, благодать, она начинает настолько менять их, что потом родители пишут письма, а только как дети их поменялись. Служители говорят, мы не узнаем этого человека, который вернулся сюда. Вы знаете, и эти люди, они проповедуют Евангелие, и им не страшно, куда они поедут. Вы знаете, потому что они исполнены силой Святого Духа, они исполнены благодати, они познают этого Иисуса Христа лично. Они не просто услышали, это не просто религия для них, это не просто ритуал поклонения Богу, это стало для них живым Господом, Он стал для них по-настоящему целью жизни. И когда они поклоняются Ему, они поклоняются Ему в Духе и в Истине, дорогие друзья. И это, знаете, очень потрясает, потому что я помню, когда мы были на Украине, приблизительно три года назад, вот брат Петр, и я помню, это пророчество было ему, когда-то встал пророк и говорит, вот вы вернетесь назад в Америку, и там вы проедетесь по церквям, и скажете, что открывается школа, и вы будете учить этих людей, и вы не посылаете ненаученными, и когда эти люди будут приходить, они будут приходить неспособными, но я буду их делать способными, я буду учить их там. И вы, дорогие друзья, прошло три года, вы знаете, множество миссионеров выпустилось за эти года, и множество из них, они проповедуют Евангелие, вот и до сих пор, некоторые посвятили свою жизнь, вот проповеди Евангелия в различных странах, кто-то посвящает свою жизнь в Индию едет, кто-то посвящает свою жизнь, едет в Мозамбик, в Африку, кто-то посвящает свою жизнь для Украины, и они едут сюда на год и на больше, и служат людям, которые живут в этих странах, и проповедуют Слово Божие. И кто это делает, дорогие друзья? Кто зажег огонь в сердце Павла, когда он шел и проповедовал Евангелие, просто несмотря ни на какие препятствия и трудности? Кто зажег сердце Иоанна и Петра, когда они могли возложить руки, и люди получали Святого Духа, когда они молились, и люди получали исцеление, когда они повелевали нечистым духом, и эти повиновались им, и оставляли этих людей, что произошло с этими людьми? Они познали живого Иисуса Христа, который изменил их жизнь раз и навсегда. И поэтому, дорогие друзья, сегодня не только студентам, которые приехали в школу, но всем нам, нам нужно познавать Иисуса Христа глубже, нам нужно черпать от Него силу, нам нужно получать от Него благодать, чтобы мы могли принести плод для Его Царства, для Его славы, и могли проставить Его имя в своей жизни. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...